Состоялось очередное заседание городского кардиационного совета по форсированному индустриально-инновационному развитию. На повестке дня рассмотрение новых инвестиционных проектов и вопрос увеличения казахстанского содержания. О развитии казахстанского содержания доложился заместитель Акима Алтаил Жасов. Его отчет показал, что работа приносит свои результаты. К примеру, Акимат посодействовал компании «Конфеты Караганды» в реализации продукции среди местных предприятий, на что кондитерская фабрика отреагировала специальным снижением цен для компаний региона. На кардиационном совете рассмотрели и четыре инвестпроекта. В частности, Карагандинский мелькомбинат модернизирует и расширяет комбикормовый завод. Для этого было решено приобрести новое оборудование. Для того, чтобы выпускать лучшие комбикорма, нужны хорошие смесители, новая линия, которую мы приобретаем. Оборудование на сегодняшний день уже пришло к нам. После Нового года мы уже постепенно будем включать и пускаться поэтапно. Градоначальнику проект понравился. Ведь таким образом одно из старейших предприятий Казахстана увеличит производительность, повысит качество продукции, а вместе с тем создаст дополнительно 12 рабочих мест. Если еще какая-то помощь нужна, вы готовы оказать? Спасибо. Вы у вас были на производстве, смотрели, очень хорошее производство. Да, но... С презентациями проектов выступили представители компании «Оптим Кран Казахстан» и типографии «Фарос Графикс». Последним выступил генеральный директор компании «Китмак Казахстан» Берден Акпанбеков. Казахстанско-турецкое предприятие планирует производить оборудование, которое используется в очистке отработанных стоков промышленности. Так, представители компании хотят решить экологические проблемы индустриального региона. Наша компания «Китмак» будет заниматься разработкой систем биологической и промышленной очистки, включающей производство оборудования, обеспечивающего очистку сточных вод. Также рециркуляция воды в производственном процессе предприятий, занимающейся переработкой и обогащением таких, как золото, угля, меди, производство природного камня, мрамора, керамика и прочего. Мирам Смогулов отметил, что такие проекты просто необходимы городу. Поддержка подобного производства – дело не только выгодное, но и полезное. На последней встрече президента республики по экологическим выбросам как раз-таки застрел это внимание. Куда средства аккумулируются? И сколько они собираются? Он поднял министра Капарова, он сказал, что 25% всего используют эти средства. Остальные средства непонятны. Я сказал, да, разберитесь, эти средства должны идти как раз-таки на эти мероприятия. Проекты после необходимых корректировок отправят в Управление предпринимательства и промышленности области для рассмотрения вопросов включения в карту индустриализации на региональном кардиационном совете.